И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас, можно так сказать, экстренный выпуск наших рейтингов. Давно у нас не было подобного рода вообще видеороликов. Сегодня уникальнейший, можно так сказать, выпуск, в котором мы посмотрим интересных игроков и расскажем про одного человека, который буквально где-то неделю назад улетел в блок. И это не просто игрок, а игрок, который был топ-2 по эффективности. Ну а перед тем, как я начну все это дело рассказывать, ребят, не забываем прожимать палец вверх, подписываться на канал, идем к своей цели, идем к своей десяти тысячке, поэтому обязательно не забывайте поддерживать, ну а мы, конечно же, начинаем. Данный игрок находился на втором месте, как я и сказал, заблокирован у нас пока молодой, ой, не пока молодой, а молодой человек, боже ты мой, какой там пока молодой. Молодой человек, я все путаю данного игрока с одним игроком другой игры, но ничего страшного, пока молодой. У нас пока еще не появился такой вот игрок в нашей любимейшей игре, а вот молодой человек уже улетел во второй свой благополучный, можно так сказать, блок. Этот игрок получил блокировку за использование читов в режиме Джиггернаута. Играл он со своим любимейшим страйкером, с дополнительными, можно так сказать, функциями. Многие, ну даже не сказать многие, но есть ребята, которые используют данные читы, ну их можно, да, объективно называть читами, в данном режиме, дабы быстрее сводиться, дабы вносить какие-то свои улучшенные именно такие способности в данный режим, чтобы у вас было все это дело проще, но увы и ах, это все, конечно же, запрещено. И один человек заснял видео и благополучно отправил его в блокировку данного молодого человека. И сейчас данный аккаунт находится в блоке, поэтому второе место рейтинга по эффективности теперь целиком и полностью принадлежит блокиду, который уже в погоне за Яриком, хотя отрыв очень-очень-таки большой, не знаю, удастся ли ему догнать, напишите вообще свое мнение по поводу рейтинга по эффективности, реально ли вообще обогнать Ярика. Ну а мы переходим к следующему игроку, сегодня я уж, чтобы не рассказывать просто про одного, собрал такой вот небольшой топчик любимейших нагибаторских игроков, которые сейчас у нас продолжают играть в нашу любимую игру. И начинаем мы с одного интересного игрока с ником Sarnia1. Я когда увидел этот рейтинг, ребят, ну честно, ну это просто фиаско. Ну это просто такое, такое страдалово. На Генералиссимусе данный игрок играет на Хантере М2 с рельсой М1, с М0 просто гаражом, и если бы он бы просто бы, условно говоря бы, уже бы не играл бы в эту игру, я бы сказал бы, окей, хорошо, ладно, бывает. Но он играет, он продолжает бить опыт, он продолжает зарабатывать кристаллы. У П 0.50, отмечу, 0.50 и коэффициент больше единицы на таком вооружении, это сильно, это сильно, но как ему удается это делать, я, честно говоря, пока не знаю. Вот на прошлой неделе, например, на Х3 фондах у него было 2000 опыта и 7000 заработанных кристаллов. Возможно, я чего-то не понимаю, возможно, я чего-то не знаю, а на самом деле этот игрок просто машина, и он убивает и нагибает всех. Ну ладно, переходим, ребят, к следующему. Следующий игрок у нас Сао Кек, это просто М0 человек, это человек, которому без разницы, на любые прокачки без разницы, на любое вооружение он просто машина М0. Он подполковник, который имеет УП 0.39, имеет почти единицу коэффициента, да, у него там 0.8, 0.9 где-то имеется, при 500 тысяч опыта он заработал 410 тысяч кристаллов. Но он играет, ему ничего не мешает, он говорит, что М0 это нормальное нагибаторское вооружение, а все, кто играет на М1, М2, М3 на таких званиях, тот просто рак, который не умеет играть в эту игру, поэтому ему никакой вообще необходимости у него нет, он просто берет и нагибает на своем М0 вооружении. Следующий игрок у нас с ником Danuna, игрок не играет у нас в последнее время, но это очень эксклюзивный и интересный аккаунт с Изидой М3, потому что на бригадире раньше именно таки данное вооружение было возможно приобрести. Ну и у него ко всему этому еще есть много интересных М3 модулей, от Фреза, от Рикошетто, от Грома, здесь дальше у него уже М0, М1 от Твинса и от Жеги, зато еще есть М3 от Изиды, М3 от Рильсы. Достойно, достойно на бригадире иметь 5 модулей М3, и к слову, да, это было возможно только раньше, из-за того, что можно было приобрести краски и за счет них получить после обновления именно такие М3 модуля. Но игрок не играет, у него двоечка коэффициент, 6.41 УП, если бы данный бы игрок сейчас продолжил бы играть, он бы 100% мог бы даже попытаться войти в топ-10 игроков по эффективности при достижении нашей первой легенды. Следующий игрок с ником Asput4, это игрок на хор на Тарикошете. Ему ничего не мешает нагибать на данном вооружении, даже если опустить тот момент, то что у него УП всего лишь 0.71, у него отличнейший коэффициент, а именно где-то около полторушечки. И я считаю, что это очень-таки даже достойно, что у игрока получается даже на таком не самом сильном вооружении продолжать набирать большие количество именно-таки по эффективности, с моей точки зрения, это соотношение опыта и кристаллов. Да, УП у него не такое крутое, но у него получается, и я ничего не могу ему сказать, потому что даже на таком вооружении, как вы понимаете, можно спокойнейшим образом пытаться играть и нагибать. Следующий игрок с ником PoPoYourDead. Этот игрок играет уже на Викинга-рикошете, то есть если у нас до этого был игрок на хор на Тарикошете, то здесь уже игрок с Викинга-рикошетом, примерно с таким же самым коэффициентом, но уже у данного игрока побольше УПшечка. Возможно из-за данного корпуса, потому что, понятное дело, что Хорек будет умирать намного-таки больше, чем Викинг, и за счет этого у игрока получается больше убивать, нежели его именно-таки будут подбивать на карте. Что бы я мог добавить еще про данного игрока, это то, что у него всего лишь 672 часа в игре, и при этом в раскладе набита уже четвертая легенда. Это значит, что игрок не сидит ни в каких паркур-режимах, не сидит ни в каких закрытых боях, а просто полноценно играет и набивает опыт, потому что я знаю, что есть игроки, которые, условно говоря, имеют там по 1500 часов и до сих пор не дошли до легенды, но этот игрок умеет все делать красиво, и у него при 700 часах уже имеется легенда номер 4. При всем этом раскладе он играет всего лишь на одном вооружении, да, при этом есть какие-то другие, но он предпочитает Викинга-рикошет. Следующий игрок с ником Бандитен75, это легенда номер 6, и это Викинга-шафт. У нас сегодня просто уникальнейший день с ребятами, которые играют на одном вооружении, здесь уже УП-шка у Викинга-шафта 2.45. Очень достойный УП, не сказать, что такой крутой коэффициент, у него соотношение где-то 1,2, но все же это довольно-таки достойный результат для данного вооружения, и ничего не мешает данному игроку продолжать играть в нашу любимейшую игру и зарабатывать кристаллы на данном нагибаторском вооружении. Следующий игрок с ником Артист. Я когда увидел, ребят, этот никнейм, я прям сразу понял, что это вот реально это Артист. Ну, Артист так Артист. У него прям Васпа Твинс, Васпа Твинс, и весь опыт набит на данном вооружении. Твинс у него М2, я очень надеюсь, что у него он хотя бы хоть немного прокачан, но играть на данной табуретке, это не играть на каком-то там, даже в Васпа, даже не играть на Васпа Жиге, не на Васпа Рельсе. Васпа Твинс это не такое простое вооружение, и то, что у него УП 0.41, целиком и полностью доказывают тот факт, то, что на данном вооружении не так просто играть. Что бы я мог еще добавить по данному персонажу, то, что у него УП 1, но, конечно, УПшечка не такая большая, но все же, если данный игрок может сохранять коэффициент соотношения опыта к кристаллам 1, значит, у него не все так плохо, и он может продолжать и нагибать в нашей любимейшей игре. Последний аккаунт на сегодня, это сам 2000со, это легенда номер 12, и это Дико Гром. Дико Гром, который сумел набить 3 миллиона опыта на одном вооружении, до этого, я так понимаю, что рейтинга еще у нас не было, потому что данный игрок не так быстро набирает у нас опыт в игре, но данное вооружение просто по нраву данному игроку, и у него соотношение кристаллов к опыту тоже довольно-таки неплохое, 1,3, УПшка 1,31, и игрок продолжает играть на данном вооружении, сейчас, возможно, таки в матчмейкинге у него даже получается не просто играть, но и нагибать, потому что вы знаете, что Диктатор теперь у нас не только командный корпус с овердрайвом, но и корпус, который морозит противника, возможно, ему с данными функциями стало намного-таки проще играть, и у него получается все это дело, конечно же, нагибать. Вот такой вот выпуск у нас сегодня экстренный, можно так сказать, получился, если он, ребят, понравился, и вы еще не поставили палец вверх, то обязательно не забывайте его ставить прямо-таки сейчас, оформлять подписочку на канал, нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые ролики, также, ребят, не забывайте приходить на стримы, который проходит в 22, в 22 по МСК, вечером, конечно же, вы можете прийти на него, что-то я сегодня запинаюсь, какие-то непонятные вещи происходят, но вот такой вот видеоролик у нас получился, если вам понравился, ребят, как я уже сказал, ну палец вверх, ну просто взяли, поддержали, ничего сложного, всем, ребят, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok